Всем огромный привет! Вы на канале На Кухне у Цыганочки. Сегодня буду готовить томатный сок на зиму. А поможет мне в этом деле вот такая прекрасная шнековая соковыжималка Oberhof Drücken Q4. Посмотрите, как она стильно выглядит. Впишется в любой интерьер. И что немаловажно, она очень легко собирается, разбирается и прекрасно и легко моется. В наборе у нее имеется толкатель. Вот такая вот щеточка, чтобы было потом удобно все почистить. И два очень хороших, прочных стакана. Один под сок, а другой стакан это под мякоть. Мякоть выбрасывается у нее автоматически. Включается и выключается она одной кнопкой. Также у нее имеется реверс. Помидоры у меня хорошо помыты. Я их разрезаю напополам, чтобы было более удобно пропускать через соковыжималку. Что мне в ней понравилось, так это то, что у нее низкий уровень шума. Есть автостоп от перегрузки. Она может работать непрерывно 30 минут. Выдает до 90% сока. Может справиться даже с твердыми продуктами, например, с орехами. И также она очень хорошо отжимает сок из зелени. Когда вы отжимаете большое количество сока, как у меня, можем вот так вот закрыть носик. Стакан убираем, переливаем. Смотрите, стол остается чистый, ни капли нет. Для тех, кто захочет приобрести такую соковыжималку, кому она тоже понравилась, так же, как и мне, может зайти посмотреть. Ссылочку я оставлю под видео. У меня уже совсем мало осталось помидор. Я сейчас быстро их превращу в сок. В это время уже нужно поставить стерилизоваться крышки и банки. Крышки я заливаю водой холодной. Поставлю на плиту. Пусть они покипят минут 5. А в банки я наливаю по одному примерно сантиметру холодной водички, вот совсем немножко. И ставлю их на 3-4 минуты в микроволновку. Вы же можете, конечно, стерилизовать удобным для вас способом. Из 3,5 килограмм помидор у меня получилось 3 литра сока. Ставлю его сейчас на плиту. На средний огонь помешиваю иногда и буду ждать, когда закипит. Солю по вкусу. Можно вообще не добавлять ни соль, ни сахар. Просто прокипятить и разлить по банкам. Я сахар не добавляю, добавляю только соль. И то не слишком много, немножко. Кто-то не любит, допустим, соленое. Так что не нужно слишком много соли добавлять. Ну или, конечно, смотрите по вкусу. Еще можно добавить по желанию гвоздику. Смотрите, он уже у меня хорошо кипит. Видите, с этого момента засекаем 5 минут. Кипятить я буду ровно 5 минут. И также, если появляется пенка, ее снимаю. Прошло 5 минут. Снимаем сок с плиты. И по-быстрому разливаем по сухим стерилизованным банкам. Крышки можно использовать любые. Под закатку или под закрутку. Переворачиваю вверх дном. Проверяю, чтобы крышки были закрыты герметично. Чтобы они не протекали. Сок получился очень красивого, насыщенного цвета. И хорошей консистенции. Очень вкусный сок. Такого, конечно, в магазине не купишь. Натуральный. Так что обязательно приготовьте. Это очень вкусно. Сейчас его нужно укрыть чем-нибудь теплым пледом, полотенцем. И оставить так до полного остывания. А потом уже можно убирать на длительное хранение. Всем приятного аппетита. Хорошего настроения. Здоровья вам. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также пишите комментарии. Ваши любимые соки. И какие соки вы готовите на зиму. Мне будет очень интересно почитать. А если вам это видео понравилось, тогда поставьте лайк. Поделитесь с друзьями в соцсетях. Я вам буду очень благодарна. И до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok